Деюши депутатский корпус протягуя работу с насильництва. День депутата в Будокошалевском районе включил наведывание установ социальной сферы и сустрэшу с мясовыми жахарами. Под обязанностью у Вероники Ворошилиной. Программа проведения Дня депутата в Будокошалевском районе отрымалась насыщенной, бо включила множество объектов и сустрэш. Первый пункт – Потаповский 16-сад середняя школа. Тут депутаты приняли удел во урочистом открытии музейного покоя на керованах, на захование культурных каштовностей и традиций. Он открытый, как мясцовая инициатива «История моей земли» в рамках реализации проекта садзейничание развитию на мясцовом взровне у Республицы Беларусь. Проект финансуется Европейским Союзом и реализуются программы развития ААН. Тут представлены археологичные знаходки, предметы сельского побыту, костюмы, фотодокументы и иншие экспонаты, які расповедают про историю и житю о вёстке Потаповка и новокольных населенных пунктов. Создание этой комнаты позволит нам передать будущему нашему поколению те традиции, те ремесла, которые остались от наших предков. Мы будем в дальнейшем работать в этом направлении, усовершенствовать нашу комнату. В рамках инициативы мы закупили оборудование мультимедийное. Мы будем проводить какие-то мультимедийные семинары, показывать фильмы о нашей деревне, о нашем совете. Протягнулся день депутата наведыванием Будокошалёвской гимназии. Тут у дельники ознайомились с умовами и махчымастями, створенными для навуковой и доследшей деянности наученцев, реализации их сдольностей. До того же депутаты сострелись с гимназистами за круглым столом, кабамерковать пытания, які цікавить або хвалюют сучасных подлетков. Аналогичная состреча была организована и с педагогичным коллективом гимназии. У делу вею приняли як представники районного совета депутатов, так и депутат Палаты представников национального сходу Республики Беларусь Миколай Васильков. Головная мета – обмерковать шляхи и способы удосконаления и законодавчого урегулявания национальной системы адукации. Бо минавито ГТЭ тема будет узнята на парламентских слуханях, что пройдусь на приконце листопада. Однозначного ответа в ходе беседы по тем путям, по которым должна развиваться наша система, конечно же, не получено. Наработаны те или иные направления, которые должны дать возможность совершенствовать систему образования, улучшить ее качество. И я надеюсь на те предложения, которые мне поступили в ходе беседы, они будут изложены в парламенте, на парламентских слушаниях, ну и, конечно, найдут свое разрешение. Сустрелись и депутаты из наученцами Будакашалевского Державного Аграрно-техничного колледжа. Размова вялась в формате открытого диалогу на актуальные темы молодежной политики. У целом День депутатов – это плановое мероприемство, якое проводится с мытой убажить реальную картину на местах. И оно охопливает самые разные сферы деятельности района и мая шматлики и формы проведения. Одно застается неизменным – у центра уваги за все да человек, с его идеями, проблемами и пропановами. Формат проведения Дней депутата – это и встречи, это и приемы, это и посещение трудовых коллективов, это и знакомство с условиями как труда и быта. Поэтому вот именно такой спектр общения и позволяет высвечивать как все то лучшее, что имеется, так и те стороны, над которыми предстоит еще поработать и прежде всего также включиться в работу депутатскому корпусу. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, телерадоя компания «Гомельс», Будакашалевского района.